Привет, YouTube! Меня зовут Полина. Добро пожаловать на мой канал и начинаем этот видео-обзор с новинки тонального крема от бренда Charlotte Tilbury. Под конец предыдущего года Charlotte нас порадовала новым продуктом. Это тональный крем, называется Beautiful Skin. Говорит о том, что он вам сделает очень красивую кожу. Так ли это или нет, я вам предлагаю узнать в этом видеоролике. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, нравятся ли вам тональные продукты от Charlotte Tilbury. У Charlotte представлено было только три линии тональных продуктов. И вот она нас порадовала новым. Обещает что-то мега революционное. Давайте же познакомимся поближе. Признаюсь честно, что у меня нет полноразмерного продукта. Я делала заказ на Space NK и можно было выбрать пробники. Я решила этой возможностью воспользоваться, так как тональные продукты Charlotte часто желтят. Очень тяжело выбрать онлайн. Его же и протестируем, и в конце видео вы узнаете, куплю ли я себе полноразмерный продукт или нет. Что же нам заявляет производитель? Здесь 30 мл. Это пластиковая упаковка с дозатором. Это очень крутое решение, так как не занимает много места. Он не тяжелый. Совершенно новая тональная основа, которая обещает увлажненную, более гладкую и красивую кожу. Обеспечивает мгновенное свечение с наслаиваемым эффектом и инновационными ингредиентами. Стирает грань между уходом и макияжем. Стойкость до 16 часов подходит для веганов благодаря составу без использования животных компонентов. Имеет средний уровень покрытия. На сайте представлено 30 оттенков. Я обладатель жирно-комбинированной кожи с теплым подтоном, но часто беру продукты с нейтральным подтоном. Будет 3 включения. Сейчас, когда я буду наносить анали-крем, потом будет включение через 4 часа и через 8-10 часов, для того, чтобы вы могли оценить, насколько стойко ведет себя тональная основа. Что для меня всегда важно, чтобы он не особо ощущался на коже. Соответственно, я понимаю, что он будет увлажняющий, поэтому, конечно же, обязательно нужно будет припудрить кожу. Для меня важно, насколько он будет прикрывать покраснение, как он будет выравнивать кожу, не будет ли он заметен на коже и не будет ли он подчеркивать мимические морщинки. У меня активные носогубки. Вообще, очень здорово, что ты можешь перед покупкой протестировать анальный крем. Вот это прям вообще мега-крутая история. И Шарлотта не скупится на пробники. И постоянно, когда ты делаешь заказ в иностранных магазинах, можно добавить какой-то ее продукт. Здесь у меня представлено 6 оттенков. И, как вы понимаете, для нас самые ходовые. Это будет 3, 2N, 4N и 6N. И давайте сразу же перейдем с вами к тестированию. Приближе кожу, поближе, чтобы вы рассмотрели, что же нам дано. Итак, есть расширенные поры, небольшие неровности по цвету. Но каких-то ярких высыпаний нет. У меня на лице обычный мой уход. Попробую я тональный крем именно 2N. Заявлено, что это нейтральный подтон. Но знаю, что тонна Шарлотты имеет немного желтый подтон. Интересно, подойдет ли он мне. Светленький. Давайте откроем еще 4N. О, вот этот мне подходит больше. 4N. Жалко, что тут нет 3N. Конечно, Шарлотта сделала нормальные оттенки тональных. Я добавлю 2N в центр и 4N по периферии. Кисточка Зоева. Быстренько распределим. Так, и вот я его нанесла. Очень достойный тональный крем. Приближаюсь. Он имеет легкую-среднюю степень покрытия. В зависимости, сколько вы будете наносить средства. Дает влажный финиш. Не стягивает. Я сделаю себе привычный макияж. Покажусь вам. И потом у нас будут еще 2 включения в течение дня, чтобы вы могли оценить, как же я веду себя тональный крем. Поры визуально сгладил. Какие-то там шелушения ничего не подчеркнул. Мелкие нюансы он также перекрывает. Я думаю, что идеально для сухой нормальной кожи, а также комбинированной. Конечно же, я его еще припудру. Но мне нравится, что он вот прям незаметен на коже. Как вам? Напишите в комментариях. Смотрим на тон вблизи. Как всегда, у меня на лице пудра от Chanel. Рассыпчатая я почти каждый тональный крем закрепляю этой пудрой. Мне понравилось, что он, как видите, хорошо сглажены поры. Прекрасно выглядит с макияжем. Тональный крем незаметен на коже. Прям вот супер-задорово. Чем-то мне напоминает Dior Forever Nude, который был выпущен летом. Красиво так подсвечивает кожу. Все пока прекрасно. А пока обязательно напишите в комментариях, как вам тональный крем вот уже с макияжем на коже. Нравится, либо же не нравится. И до встречи в следующем видео. Прошло 4 часа. Я вам сейчас покажу, как ведет себя тональный крем. Я знаю, что вы любите обзоры при дневном свете. Но у нас сегодня очень пасмурно. И я пробовала снять. В общем, особо ничего не видно. Поэтому сделала студийный свет поярче. И давайте посмотрим, как ведет себя тональный крем. На мое удивление, прекрасно. Не подчеркну носогубные складки. Также красиво выглядит на коже. Появляется легкий блеск. Но этот блеск абсолютно меня не смущает. Также у тебя нет вот этого ощущения жирности кожи. Напомню, что за окном все-таки холодно. И это также влияет на то, как ведет себя тональный крем. Мне действительно пока нравится. Привет еще раз всем. Сейчас 9 часов вечера. И время показывать, как ведет себя тональный крем от Ротилбри. И специально в это время вечера приехала в студию, чтобы вам показать при хорошем освещении результаты нашего с вами тестирования. Сейчас я приближусь к вам поближе. Он сполз с подбородка, с щек, так оголил. Блестит, где крылья носа. Но не подчеркну никакие мимические морщинки. То, что он блестит, для меня это ожидаемо, так как это увлажняющий тональный крем. При этом он блестит как-то не сильно. Может быть это связано с тем, что сейчас на улице у нас все-таки очень холодно. И кожа не такая жирная в этот момент. Мне с ним действительно очень комфортно. Я его на себе не ощущаю. Степень покрытия, как я уже говорила, легкая, средняя. То бишь, как и заявлено, стойка 16 часов. Я думаю, около 10-9 часов вечера он будет вести себя отлично. С некоторых участков кожи он будет исчезать. Но мне кажется, это не так критично. Можно легко поправить. Благо, текстура позволяет. Ее можно и наслаивать. Но в целом с ним кожа выглядит действительно красиво. Я задумалась купить себе полноразмерный продукт. Что, кстати, и сделаю. Выбираю оттенок 4. У меня он понравился больше. Текстура, напомню, кремообразная такая. И он очень легко распределяется. Мне понравилось, что он не виден на коже. И почти все легкие-средние тональные продукты со временем покидают кожу. То бишь, они не выдерживают каких-то трений, если у вас есть. Но зато с ними кожа выглядит намного лучше. Я не знаю, как он будет себя вести в теплое время. Это нужно будет еще раз его протестировать, что мы наверняка с вами сделаем. Но в целом продукт от Шарлотты мне понравился. Вы же напишите в комментариях свое мнение, как вот вам тональный крем от Шарлотт Тилбери нравится, либо не нравится. Я вам всегда буду напоминать перед покупкой, если у вас есть возможность протестировать тональный крем не на руке, а именно нанести на лицо, на те места, которые у вас считаются самыми проблемными. Например, для меня это зона. И поэтому я всегда наношу тональный крем перед покупкой на центральную часть. И вам рекомендую погулять 3-4 часа, чтобы посмотреть, как же ведет себя тональный крем. И если он вам подошел, тогда вернуться и сделать покупку. Тогда этот продукт будет вас максимально долго радовать. Потому что мы все очень разные, и всегда любой отзыв это субъективное мнение. Еще что я заметила, этот тональный крем не провалился в поры. И вот до конца они все равно сглажены. Да, есть блеск, но тем не менее это не жирный блеск, такое красивое сияние кожи. И на этой ноте прекрасно я предлагаю это видео завершить. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, это очень помогает в продвижении моего канала. И, конечно же, до новых встреч. Пока!